Незнание закона не освобождает от ответственности. Размещение запрещенной информации в сети интернет привело жителя нашей республики не только к неожиданному общению со стражами порядка, но и к потере крупной суммы денег в виде штрафа и запрету заниматься определенным видом деятельности. И это еще, можно сказать, легко отделался. О том, чего делать точно не стоит, выясняла корреспондент Артур Мкце. Два года запрета на ведение административной деятельности в сети интернет и 300 тысяч рублей в виде штрафа. Такое наказание было определено судом этому молодому человеку. А ведь его история могла завершиться даже реальным сроком до пяти лет. Столько грозит по второй части статьи 205 Уголовного кодекса. Размещение одного музыкального произведения, подпадающего под запрет, правоохранительные органы квалифицировали как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда. У меня была небольшая группа в телеграм-канале, около 120 человек. И она нанесла не просто религиозный характер, там было много всего. И также эта песня туда попала. Когда я выкладывал, я даже не задумывался о смысле этой песни. В этой песне были призывы к экстремической деятельности. К экстремической деятельности. А дальше, как развивались события дальше? Дальше прошло года три. Я перестал что-то выкладывать или распространять. И жил, так сказать, спокойно. Уже про это всё и забыл. И ко мне приехали сотрудники. Парню показали, за что именно у стражей порядка имеются к нему претензии. Размещенный в телеграм-канале материал экстремистского характера оказал некоторое влияние на его финансовое благосостояние. Однако преподанный урок помог понять, что свои действия необходимо обдумывать всегда, в том числе в сети интернет. Вот у нас часто люди думают, что я могу разместить в интернете всё, что угодно, не выдавать свою конкретную оценку, и мне ничего не будет. Это большая ошибка, на самом деле. Потому что если уже выложили, значит, это ваше мнение есть. Ты уже знаешь, что за этот материал тебе дали такое наказание. Твои действия, если бы ты знал раньше. Если бы я знал это раньше, конечно же, я бы ничего не выложил. Но на тот момент мне было 18 лет. Я, честно говоря, даже о смысле и этой песни, и вообще своих действий не давал отчёт, так сказать. И выложил. Размещение материала, признанного экстремистским, было в 2018 году. Молодого человека задержали через три года. И сейчас он находится на учёте в уголовно-исполнительной инспекции. Это ещё раз подтверждает, незаконные действия могут аукнуться даже спустя некоторое время. А парень после инцидента и общения со стражами порядка рекомендует знакомым тщательно взвешивать свои шаги. В том числе в глобальной паутине. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.